ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжаем День на Думской в прямом эфире. Подводим итоги темы этого часа. Социальные столовые в Одессе. Полезно или выгодно? Я думаю. Другого не скажешь. У нас в гостях депутат Детского городского совета Лилия Леонидова. Лилия, буквально в двух словах. Это выгодно или полезно? И как выходить из ситуации? В двух словах остановлюсь по поводу Добровольского 123. Немножко произошло недопомнимание. Елена Петровна права. Столова действительно работает. Просто там вход с другой стороны. И она действительно обслуживает. То есть я была права, когда Богдана сказала, что вход с другой стороны. Да, вход был с другой стороны. И здесь немножко... Как выйти из этой ситуации? Геннадий Леонидович постоянно нам говорит о том, что мы критикуем и не предлагаем никакого конструктивного выхода из ситуации. То есть депутат за все переживает, но ни за что не отвечает. Давайте конструктивный выход. В этой ситуации мы предлагаем внести конструктив. И вот в каком разрезе. Мы предлагаем на каждую столовую посадить волонтера независимого, который бы отслеживал и санитарную ситуацию, и питание, и качество питания, и качество продукции, и количество питающихся. В этой ситуации, нам кажется, будет объективна и для жителей ситуация, и для властей, и, собственно, для нас, депутатов в том числе. Чего мы добьемся? Мы добьемся абсолютной прозрачности в данной работе столовых. Мы добьемся, мне кажется, более качественного продукта в итоге. Мы добьемся соблюдения каких-то норм. Мы добьемся того, чтобы и руководство столовых, и департамент социальной политики, и власти понимали то, что все происходит в рамках... Лилия, как долго волонтер сможет заниматься этим? Ну, он же не один, это же смена. Окей, вы выходили с этим предложением на городские власти или на департамент профильный? Пока нет. Мы разбирались в месяц ситуации, мы пытались выяснить для себя, что происходит, как происходит и так далее. Сегодня мы увидели много интересного, и, слава богу, была качественная продукция. Слава богу, люди, которые туда приходят, довольны. Но санитарные нормы, к сожалению, хромают. И, собственно, много, допустим, те же поминальные обеды, да, нас интересуют, с каких продуктов их готовят. И для того, чтобы это было понятно и нам, и всем, нам кажется, это достаточно простой, понятный и прозрачный выход. Будем следить за развитием ситуации. Лилия, благодарю, что нашли возможность присоединиться к работе нашей студии. Напомню, что последний час мы говорили о ситуации с социальными столовыми. Как сказал Саша, вкусно или выгодно, полезно или выгодно. Пока что видим, что больше все-таки выгодно. Мы прервемся на новостейный блок. Юлия Пробачай расскажет о последних событиях, которые происходят в городе. В 18.00 начнем вечер на Думской. Ждем в гости нового заместителя председателя Одесской областной государственной администрации Арсена Жумадилова. Присоединяйтесь к Думской ТВ. Будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова